Многофункциональный центр для предпринимателей открылся в Хабаровске. В формате единого окна можно получить любую консультацию по развитию бизнеса, оформить кредит, подать документы на субсидию и даже получить совет по продвижению компании в социальных сетях. Подробности о центре «Мой бизнес» у Александры Романовой. Предприниматель Виктор Антонов пришел в только что открывшийся центр оказания услуг «Мой бизнес», чтобы оформить льготный займ. Его компания работает в сфере дополнительного образования. Кредит потребовался на открытие мастерской для швей. Брали 1 миллион 800 тысяч под льготный тариф. Деньги нам нужны были для того, чтобы сделать ремонт и закупить первичное оборудование. Процедура абсолютно простая. Тот, кто там переживает, да нет. Все очень просто. И ответ, кстати, дают очень быстро. Оформить займ, открыть ИП, проконсультироваться по налогам, бухгалтерскому учету и многое другое. Теперь можно в одном месте. Центр «Мой бизнес» работает в формате единого окна. Это фонд поддержки предпринимательства, гарантийный фонд, Краевое агентство содействия предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр развития конкуренции в социальной сфере, Дальневосточное агентство содействия инновациям. То есть все организации, которые занимались профильными мерами поддержки для предпринимателей, сегодня входят в инфраструктуру, которая носит федеральное имя «Мой бизнес». Поддержку бизнесу здесь окажут не только информационную. Перед начинающими предпринимателями с мотивационными рассказами выступают амбассадоры Центра. Это владельцы компаний, которые делятся своими успехами и наработками. «Человек зависит только от самого себя. Это, в принципе, очень правильный подход к жизни. Не считая, что тебе кто-то должен и не думая, что кто-то виноват в том, что с тобой происходит. Потому что, знаете, здесь классная цитата. Все, что с нами происходит в жизни, мы либо заслужили, либо допустили». Центр оказания услуг «Мой бизнес» – это федеральный проект. В России открыто уже более 60 таких организаций. К 2024-му их станет почти в два раза больше. Александра Романова, Павел Легалин, телеканал «Губерния».